здравствуй империя у микрофона все такой же obsidian time сегодня я вам расскажу пожалуй о самой эпилептичной игре этого года ну это игры оля вампая суваеварс типа судя по всему вот теперь когда мы отсеяли часть аудитории можно продолжать ясно кстати было с отключенными эффектами между прочим ведь эта рубрика пожужжали ягуары забавная есть такие игры которые похожи на рог их называют рок лайки или же рогалики есть соус лайки сосалики и в этом году начал появляться новый формат вампайр лайки ну да он ну сколько у меня их в библиотеке steam 2 как минимум две из тех которые уже доступные сереге давал поиграть на позапрошлой неделе подождите секундочку какого хуя или же валики я надеюсь что в ближайшее время еще игр в этот список не добавится а то сам я уже запутываюсь среди таких игр уже с десяток тайтлов вроде братату и каждая из подобных игр вносит что-то новенькое и в один замечательный день наткнулся в стиме на такую игру как soul stone survivors по скриншотам мне показалось что эта игра будет чисто на один вечерок брать блин прикольно так надо будет за кукле и вышла 7 надо будет загуглить для начала своей библиотеки steam потому что что правильно она там уже может быть я это просто не помню некие модельки фэнтезийный сеттинг но за этими изображениями скрывалась нечто нечто большее если кто не знает вам пары survivors это гипер простая игра вам дается персонаж вы можете только ходить и собирая предметы ваш персонаж наносит урон всему вокруг и цель выжить soul stone далеко не ушел кроме того что добавил в игру мышку и кучу способностей вампайр survivors меня в целом особо не забавлял ведь с этим вампиров соборов и библии мне не очень-то уж нравится а вот тут тебе на воины магии чернокнижники и даже есть рыцарь смерти из вовки но ведь это же не суть игры скажете вы обсидин почему ты не показываешь геймплей да потому что геймплей выглядит вот так и поэтому мы начнем немножко не отсюда как только я запустил игру меня встретили картинки красивых разноцветных кристаллов которые напоминают кристаллы из спайрл найтся их хорошая была игра список персонажей где был открыт только один кузнец из сосаликов кто бы мог подумать и прокачка если нормально думая я нажал на персонажа выбрал первую локацию и пошел играть и тут же заметно главное отличие помимо наличия мышки от вампиров здесь нет эволюции предметов да и вообще предметов как таковых здесь есть способности которые нажимаются сами и пассивки которые стакуются до бесконечности а там где есть бесконечность на экране происходит что-то непонятное игру можно успешно сломать там есть я первый забег начинался совсем уж казуально я варвар у которого есть крутилка мне начали выпадать различные атаки как ближнего так и дальнего боя ну раз я варвар то буду брать ближний бой подумал я так мне уже нравится это делал пока не сознал как работает эта игра у каждого скилла в игре есть определенные теги например фронтальный магический и так далее и задача игрока это собрать можно более похожие и сочетающиеся способности а делается это из-за системы пассивок ведь есть пассивки индивидуальные на скилл а есть на целую группу скиллов тем самым взяв одну пассивку будут усилены все способности определенного типа ну и получается это это раскрывает кучу возможностей вариантов и билдов для прокачек по сути ну по сути это тот же самый вамpire survivors ты также занимаешься билдо строением но в другом варианте ты делаешь билды из скиллов они из шмоток и вот уже пятая минута в забеге мой персонаж рубит врагов в капусту и тут я замечаю интересную пассивку а именно экспансия что должно увеличить размер моих атак и я стал безумно брать всегда когда только мог эту пассивку но помимо этого был еще и мультикасс что позволял нанести с некоторым шансом доп удар способностью когда мы убиваем определенное количество врагов спавнится босс и на каждой локации всего 5 волн боссов с каждой волны выпадают соответствующие кристаллы но правда мой первый босс отлетел также быстро как и обычный враг и вот уже десятая минута враги которые появлялись практически сразу разрывались в клочья а мой персонаж превратился в конвейер с резвиями мои атаки из-за взятой экспансии стали достаточно большими чтобы доставать до краев экрана и тут я уже не знаю ближняя ли это атака если я в теории возьму 40 метровую палку и стукну ею по кому-то то это будет ближний бой или дальний так или иначе игра считала это все за ближний бой вскоре от количества эффектов на экране у меня начали болеть глаза и тут в дело вступает вот этот чудесный ползунок который частично скрывает их и вот уже пошла 20 минута забега моя его давно выходить за края экрана и все что я видел это какую-то висящую воздухе рукоятку того чем я пью она периодично нарезала другим своим концом недругов на другой стороне света и причем она бесконечно крутится почти что да такой себе скилл слишком выглядит как-то не очень мне просто было интересно играть ты просто не не пробовала такая херня знаешь что ты думаешь херня какая-то каша но половина действий выполняется за тебя и как-то ну в этом и смысл не интересно это ты пока не посидишь не поиграешь у тебя не появится азарта все-таки пройти сделать какой-то билд и пока ты не залипнешь а потом такой опа уже смысле утро или еще что-нибудь того я тоже не особо-то был заинтересован vampire survivors потом поставил поиграл и купил игру так и это правда интересно почему зачем нахуя непонятно но почему-то интересно и тут я понял что хочу быстрее и чаще бить связи с этим я начал прокачивать и мультикаст и скорость атаки результате чего на 25 минуте забега я имел шанс более 100 процентов мультикаста и я не чувствовал себя больше варваром я чувствовал себя зениткой шла сорок пятая минута у меня было два черепа что это такое это те же самые лупы как и в других рогаликах как только мы проходим 5 волн на одной локации мы попадаем на другую локацию и там снова проходим 5 пол убивая в боссов спустя отводить ненадолго но эффектов до многовато хотя у меня это глаза не ебет конечно прохождение двух черепов я все же решил закончить забег ведь мои глаза не выносили того что происходит на экране в течение 50 минут и по идее это и есть весь геймплей да когда вы возвращаетесь домой вы можете потратить накопленную валюту на прокачку персонажа на разблокировку новых например на кузнеца или же на прокачку способностей кстати о новых персонажах мне открылся пиромантик я пошел в чате и что смотрю ролик длинный такой смысле длинный он был не для играть за него правда уже на первом черепке я столкнулся с главным противником в этой игре вы думаете это боссы не это сраные гоблины со сраными бочками видите ли противники в этой игре спавнится возле стен мира а это значит если вы хотите их эффективно и быстро убивать то вам необходимо стоять около них но среди противников есть сраный гоблин со сраной взрывчаткой и как только он касается персонажа вы тут же отправляетесь в полет собирая при этом все атаки противников которые вас касту 0 по факту это единственная опасность в игре именно так и сдох мой пиромант затем я поиграл на этом пацане с ружьем у него еще бегут прикольные трясопесы которые кстати абсолютно бесполезные не понимаю зачем мы добавили идут моему разуму удалось понять что в игре то есть негативные эффекты которые мы накладываем атаками и они также прекрасно стакаются я начал сборку персонажа через бомбы и выстрелы которые и так сами по себе выстреливают целую тучу бомб а с прокачкой начинает стрелять словно пошел дождь из-за безопасных веществ в какой-то момент я стал стакать огромное количество яда огня замедления и ослабление ослабление это в целом самый веселый дебаф он увеличивает получаемый урон противниками на три процента но это всего лишь за одну прокачку соответственно если вы прокачаете 10 раз то это уже будет 30 процентов и ведь это работает на противниках бесконечно то есть если вы наложите 10 эффектов то противник будет получать три раза больше урона это то я и сделал потому что каждая моя выпущенная бомбочка имела шанс наложить этот самый дебаф и уже к 30 минуте я уничтожил почти всю карту мобов я стрелял настолько быстро самое интересное что вам fire survivors типа тоже много всего но такого дикого месива не получается до часто и массово что мне вот эти вот взрывы постоянные пятна эффекты места куда упадет там бомба обозначается куча циферок от накладываемых эффектов и урона похоже знаешь на это на эндгейм в диабло чем-то третьим допустим было достаточно просто посмотреть около секундочки на любого противника и он дезинтегрировался от более чем 20 различных негативных эффектов на третьем черепке я понял что опять не выдерживаю происходящего на экране и закончил забег прикол этих самых черепов заключается в том чем дальше мы проходим забег тем больше опыта получает наш персонаж правда пока что этот опыт практически ни на что в игре не влияет и то что вы лава лапаете своего персонажа в принципе достаточно бесполезно а также в зависимости хочешь пола целого персонажа ты сейчас лапаешь своего персонажа в данный момент от количества черепов увеличивается и количество боссов которые играю в нас кидает а соответственно и увеличивается награда за этих самых боссов два босса как насчет семерых боссов которые появляются одновременно и заваливают всю локацию ауе атаками нормально несколько забегов на других не особо интересных ребятах вроде паладина боевого мага и ткача заклинаний вообще весь смысл в смене персонажа что у каждого из них свой пул предметов которые могут ему выпасть не понял прикола именно этих персонажей но именно благодаря ним мне открылся вот этот молодой человек возможно по прикол этих персонажей надо выкушу выкупать тем что пробовать несколько разных билдов у них же там не 10 скиллов ну да что ты лопатусичными своими семеняшками семенишь отростками своими маленькими нравится эволюция тоже в чате мари дико и вы интересно поиграть я передумал это играть глазам капут маг хаоса его суть в том что его атаки накладывают эффект хаоса а эта штука выбирает рандомный эффект из игры и применяет его на противника и вы наверное уже понимаете что это означает я сразу выключил все эффекты чтобы у меня не болели глаза и уже на седьмой минуте собрал полный билд хаоса уже тогда противников разрывало примерно за долю секунды мне достаточно было прикоснуться к кому-то так сразу же он заболевал всеми видами недугов и сжимался состояние цифры опыта в моей полоске шла 30 минута как только появляется волна боссов она живет примерно несколько секунд потому что потом с ними случается это я за ебать ну кстати вот сейчас он эффекты отключил почти их вообще нету жить можно но мне кажется хотя бы там на единичку имеет смысл включить стакал так много мультикаста и так много ослабления но цифры тоже можно нахуй отключить на самом деле честно говоря а какой в них смысл типа просто это возможно ли их отключить скорее всего можно наверно должно бы должно бы бы быть бы бы быть для меня это просто это подрочить на циферке конечно же ну да так там нахер они но от одной лишь атаки на противниках было около 500 стаков ослабления и его плюс уровне а это в несколько раз сотен больше урона шел седьмой череп босса уже не помещались на экран также как и количество эффектов на этих боссах пассивки моего персонажа уже жили где-то на середине точки обзора а моя голова постепенно начала сходить с ума шел 13 череп у меня было около 400 предметов да без эффектов прикинь момент в игре когда не происходит никакие звуки это между переходами с уровня на уровень буквально две секунды тишины перед полным уничтожением я успешно отражал все напасти которые используют игра против меня шел 20 череп я в своем познании настолько преисполнился что я как будто бы уже 100 миллиардов лупов прожил на сотни миллиардов подобных уровней неотличимых от первого мне эта игра абсолютно понятно и я здесь ищу только одного покоя умиротворения и вечной гармонии да я просто уже встал персонажем на одном месте ходить было невыгодно мои атаки стали настолько большими что мне не нужно было смотреть в сторону противника ведь весь мир это весь мой взор игра кидала мне по 20 боссов на каждую волну после чего наступала тишина прогрузки и вот опять я один мой геймплей стал неотличим от пасьянс паука ведь после каждой волны мне насыпало по 78 новых уровней съебать и мне приходилось выбирать карточки улучшений я настолько устал что вы мне кажется у них некие проблемы с балансом когда тот же должен умирать он потому что на смысл вот это от вот этого вот всего сейчас зачем зачем продолжение просто допустим это бесконечная игра смыслом это не интересно ну вампайр survivors ты играешь 25 минут потом ты можешь долго выживать против смерти но все равно когда когда-либо смертей станет так много что они тебя просто трахнут насколько я знаю выбирал просто карточки с красивыми картинками больше мне не нужно было на двадцатом черепки я понял что мой горизонт настолько огромен что я выше чем эта игра и закончил забег убив на всем протяжении около полутора тысячи боссов получив 99 уровень персонажа и нафармив так много валюты что я купил весь доступный магазин вот и вся игра ну буквально вся игра я провел в ней 15 часов и практически открыл всех персонажей а благодаря тому забегу на хаус сити мне удалось купить весь магазин полностью чтобы вы понимали полная прокачка в игре требует примерно от 20 до 30 кристаллов разного вида у меня их более трех сотен и еще есть например механика рун это такие усиления для вашего персонажа которые открываются в зависимости от полученных достижений механика могла бы быть классный если вы я игру не прошел бы уже к этому моменту ну и конечно у любого простенького подобного проекта есть также свои проблемы во первых в игре крайне мало вариаций сборок до скиллы красивые классные но когда друг от друга кроме визуала они то ничем ты не отличаются во вторых между персонажами хоть и есть отличие но они мало заметны учитывая что даже их уникальный первый скилл в игре можно тоже заменить в третьих хоть локации на момент записи видео 5 они ничем друг от друга не отличаются враги и боссы на всех локациях одинаковы в четвертых здесь стремный машинный перевод поэтому по картинкам действительно проще ориентироваться чем по тексту ведь некоторые способности и вовсе называются одинаково а поскольку разных эффектов кровотечения в игре аж 4 штуки у нас она все это называется одним словом кровотечением колору и в пяток игра очень простая вам достаточно собрать плюс-минус неплохой build и все вокруг вас начнут исчезать будто бы наелись зелья невидимости да кстати еще здесь присутствует система усложнений примерно как в хейдосе с фактами то есть мы сами себе ухудшаем забег и тем самым получаем какие-то за это бонусы по типу больше валюты больше опыта но как я уже сказал этот плюс он абсолютно бесполезен скажу честно да и сама система в принципе не новая в ней ничего такого интересного нету да и я бы не сказал что даже если вы включите все усложнения станет играть тяжело нет лагает не из-за того что он процесс игры снимал лагает это из-за того что слишком много эффектов очень дохуя эффектов и проходят они все через ком грубо говоря и это очень сильно нагружает то есть там в оптимизоне еще дело типа перегруженность большая просто выходит до 3 валий кайлести и какой-то мотылек я думал вот это как раз кайлести некая есть павук кайлести дед ну может быть чуть-чуть тяжело а на самом-то деле нет в целом эта игра мне понравилась гораздо больше чем вампиры как я уже и говорил я надеюсь что разработчики все же будут продолжать улучшение этой игры однако у них почему-то 2023 году выходит практически такая же игра но уже полноценный рогалик так что возможно мы с вами не увидим апдейтов на эту игру но это не отменяет тот факт что игра зайдет многим на пару вечерков а если вы любитель вампиров то вам уже с шансом сто процентов эта игра зайдет а знаете что мне заходит больше всего ну может до 100 какой-нибудь улететь по процентов эта игра зайдет а знаете что мне заходит больше всего ваши арты из группы в контакте они такие прекрасные я смотрю на них каждый день любуюсь смотрю еще раз смотрю я забыл что я хотел вам сказать на такие арты классные божечки кошечки также спасибо огромное всем спонсор мы поняли я вроде заинтересовался но вроде все игру прошли зачем дальше я может посмотрю может она у меня может есть я можете и ключ запрашивал покупать я точно не буду ключ если дадут возможно даже поиграю так то мне есть другие которые тоже надо поиграть спасибо за просмотр и и и и